Это Баку, столица Азербайджана В этом году страна столкнулась с повышенным интересом со стороны россиян в покупке и аренде недвижимости Раньше такого не было, а зря В этой программе покажем все самое крутое, что есть на местном рынке элитной и курортной недвижимости А также расскажем, сколько на этом можно заработать инвесторам Но разговор о жилье в столице Азербайджана начинаем в Москве Здесь беседуем с экспертом по недвижимости из российской консалтинговой компании Commonwealth Partnership Что представляет из себя рынок элитной недвижимости Баку? Баку и его окрестности за последнее время достаточно существенно выросли в цене Ну порядка 20% прироста за последний год, только в стоимости одного квадратного метра жилья В Баку есть две улицы, где представлены самые дорогие квартиры Первая – это улица Низами, торговая, а вторая – проспект Нефтяников В среднем сегодня стоимость одного квадратного метра жилья бизнес-класса варьируется от 1700 где-то до 200 долларов за один квадратный метр Если мы говорим о премиальных проектах, об элитных проектах, то там стоимость может доходить до 5000 за метр А спрос со стороны международных инвесторов в недвижимость растет на собственность в Азербайджане? Мы полагаем, что он будет расти в ближайшие 3-5 лет А сейчас мы с вами в особом месте Это одно из красивейших предместей столицы Азербайджана Курортный комплекс под названием Сибрис Резорт Сибрис Резорт – это новый морской курорт на берегу Каспийского моря Комплекс находится на противоположной от Баку стороне Абширонского полуострова Это 25 минут от аэропорта имени Гейдара Алиева Сибрис Резорт развивается как многофункциональный курорт Здесь море, песчаные пляжи, отели и рестораны То есть все, что ориентировано на туристов, дополнено инфраструктурой с инвестиционной составляющей, причем премиум класса Например, здесь можно приобрести апартаменты с гостиничным сервисом От студий до многокомнатных квартир, пентхаус или даже виллу Экскурсию по курорту проводит Эмин Агаларов Владелец поселка, девелопер и ресторатор Сибрис Резорт – это его личный проект в Азербайджане Проект этот я затеял лет 15 назад Изначально начинался как такой поселок, который состоит из вилл Ну и потихонечку я как бы начал развиваться Пришли к тому, что нашли бы такую нишу строить апарт-отели Где есть консьерж-сервис, ресепшн, все услуги гостиницы Люди покупают квартиры для себя или как инвестиции А дальше их сдают посезонно, ежедневно Кто покупает вот такую недвижимость? Сейчас у нас появились большие инвесторы Израиль, Катар, Россия И, соответственно, мы понимаем, что сможем построить намного больше В 22-м году спрос со стороны россиян увеличился? Увеличился Появились первые инвесторы, которые готовы покупать какое-то количество квартир Там 10, 20, 30, как инвестиции То есть люди понимают, что они смогут заработать Там порядка 20-30% годовой Доходность 20-30%? Годовой, да Это в какой валюте? В долларах А инвестиционная модель только за счет аренды? Или за счет капитализации? Нет, как раз за счет капитализации и продажи Аренда дает рентабельность около 8-10% годовых А продажа... Но я продаю за 1500 на старте, когда я заливаю фундамент Или даже пока зданий не существует Цикл строительства год Соответственно, эти квартиры по завершению продаются за примерно 2,5-3 тысячи долларов в метр Вот, добро пожаловать Это White Villas Первый проект Здесь 60 квадратных метров 60 метров вилла, 10 метров балкон и порядка 40 метров дворик Для понимания арифметики, два года назад, когда я их построил, я их продавал примерно по 120 тысяч долларов Сейчас они стоят около 250 Цена в два раза выросла? Да, за два года Что касается доходности от сдачи в аренду, сколько на этом можно заработать? В этом вопросе разобраться помогает директор по продажам и инвестициям Сибриз Резорт Аяс Тагиев С вашей точки зрения, насколько выгодно сегодня заниматься арендным бизнесом на курортах? Я считаю, что выгодно Вот на примере нашего комплекса Сибриз, могу сказать, что он является одним из главных зон отдыха в Азербайджане В летний сезон цена за аренду составляет в 3-4 раза выше, чем в центре города, в Баку Допустим, мы можем рассмотреть с вами вопрос, допустим, студии, и она в летний сезон может сдаваться по 3-4 тысячи долларов А сезон у нас длится 4 месяца, то есть с 15 мая по 15 сентября И даже показатели, о которых мы сейчас с вами говорим, дают нам возможность только в летний сезон уже зарабатывать вот те самые деньги годовые Вот от 7 до 10 процентов, до 12 процентов в год Продолжаем экскурсию с Эмином по Сибриз Резорт Это пентхаус получается? Это пентхаус, он двухэтажный, двухсветное пространство на седьмом этаже Он занимается седьмой и восьмой Такая большая терраса? Да, терраса у пентхауса большая, при том, что у него еще, у этого пентхауса есть балконы наверху Он еще не продан? Он продан, здесь все продано, в этом здании ничего нет, и в соседнем тоже Клиенты с российским гражданством какие объекты недвижимости выбирают? Апартамент, потому что они понимают, они ликвидней, монетизация легче То есть человек, вместо того, чтобы купить дом, допустим, за полтора миллиона долларов, он покупает у меня 10 квартир по 150 тысяч Понимает, что через год что-то он продаст Двигаемся дальше по комплексу Сибрис Резорт Отдельно от туристической зоны и зоны с апартаментами возводится квартал с частными виллами Этот район курорта похож на Средиземноморский город Однако есть здесь и здания с современными фасадами Архитектуру комплекса обсуждаем с Натальей Пристенской Команда которой сейчас занимается здесь несколькими проектами В проекте сочетается вот такая современная архитектура с такой традиционной Как такой микс удается? На самом деле очень даже гармонично получается Сибрис, он изначально был в более таком классическом архитектурном стиле Даже, возможно, где-то средиземноморском То есть таком, который сюда максимально вписывается Красная черепица, колонна Красная черепица, да Фасады из местного камня, которые очень прекрасно тут приживаются Камень Аглай называется, тоже уникальный камень на самом деле Вот эти комплексы Палаца Деллуна, Палаца Дель Соль, Дель Вентус, Дель Мара мы сейчас строим Это квартирные комплексы уже на территории поселка Здесь квартиры я продавал где-то в среднем 2500 долларов в метр У них тоже свой консьерж, свое лобби, свой подземный паркинг Объекты большего масштаба, большей площади Пользуются ли они спросом арендов? Пользуются, пользуются Но я вам даже больше скажу У меня огромное количество запросов было не только с Азербайджаном Также с Россией, с Казахстаном Частные дома на коттедже, на виллу Но этим летом у нас уже, с одной стороны, к сожалению С другой стороны, к счастью, уже все было забито Едем по Сибрис-резорту дальше Например, это квартал с самыми доступными квартирами Парк Резиденсис Два года назад квадратный метр здесь стоил 1300 долларов Далее Мин показывает кварталы со стройками Здесь будут виллы, здесь отель, спортивный центр Здесь еще один комплекс с апартаментами Это проект Пола Резиденс Здесь 16 зданий Суммарно 950 квартир Вот это я планирую завершить уже в каркасах к следующему лету И продаю их пока без отделки А люди уже могут там весной приступить к ремонту Ну еще инвестиционная емкость есть? Можно сходить? Конечно, да Сейчас у нас переговоры с большими инвесторами Которые прямо уже корпусами покупают эти здания Здесь же будет построен и Skyline Hotel and Residences Футуристичное здание с террасами и видами на море Панорамные виды, окна, вот это все востребовало? Ну, конечно, обязательно То есть это первый пункт, зачем сюда приходят покупатели Это вид на Каспий У нас еще здесь на Абшироне очень красивое расположение Прекрасные закаты с одной стороны Прекрасные рассветы с другой стороны Осталось поговорить про процедуру покупки недвижимости в Азербайджане И обсудить инвестиционные перспективы страны в принципе Очень важный вопрос, какие налоги платят покупатели недвижимости в Азербайджане? Налоги недвижимости, что для резидентов страны, что для нерезидентов страны являются одинаковыми В случае налога на приобретение недвижимости не взимается Налог на владение недвижимости, на примере 100 квадратно-метровой квартиры Будет составлять в среднем не более 30 долларов в год Налог на аренду составляет 14% от стоимости сделки А на продажу? На продажу налог у нас высчитывается за счет упрощенной формулы В среднем могу сказать, что на 100 квадратных метров квартиры это будет выходить около 800 долларов С точки зрения инвестиций в недвижимость, что представляет из себя рынок недвижимости Азербайджана? Правильно говорить о том, какие тренды мы наблюдаем Ну в частности инвестиции со стороны администрации в курортную среду Развиваются памятники архитектуры, реновируются активно Проводятся масштабные спортивные мероприятия, фестивали мирового класса Все это нам говорит о том, что профессиональные инвестиции в недвижимость Это тот курс, который сегодня наблюдается в Азербайджане И который уже можно довольно объективно прогнозировать Азербайджан может стать такой новой точкой, пункта назначения, что ли, для российских инвесторов? Абсолютно все для этого есть Я думаю, что не только для инвесторов, но и для туристов Азербайджан не просто может, я считаю, что обязан претендовать на абсолютное первое место Потому что, опять же, доступность 2 часа 40 минут от Москвы, ты у моря Доступные цены Обалденные инфраструктуры, я сейчас не только про Сибирьс говорю Самого Азербайджана и Баку Город совершенно потрясающий, есть что посмотреть Город с огромной историей, богатый Русскоязычное население То есть это прямо, мне кажется, безальтернативное место Вот таким получился репортаж Вообще Баку удивительное место Здесь классическая архитектура соседствует с современными небоскребами И вот такими курортными пригородами мирового уровня Если не знать, что вот это Каспийское море То кажется, что ты как будто либо в Калифорнии, либо в Нью-Йорке На Азурном берегу или в Париже А вам вот какой Баку больше нравится?